Добрый день, уважаемые трейдеры! Все три основных индекса Уолл-стрит находятся на пути к лучшим своим показателям с 2020 года. Станет ли ноябрь по-настоящему сказочным месяцем для рынка акций? Или войдет в историю как месяц-неудачник? Расставить акценты в этом вопросе поможет сегодня свежая экономическая статистика по Соединенным Штатам, и она же определит дальнейший курс американского доллара. Давайте перейдем к подробностям и посмотрим, с какими настроениями открывается последняя ноябрьская сессия в Соединенных Штатах. Признаки снижения ценового давления – преимущественно голубинные комментарии, сразу нескольких представителей Федеральной резервной системы и высокие квартальные прибыли. Все эти факторы последние пару недель работали на рост акций. В результате ноябрьская ралли акций уже прибавила 8,5% к цене индекса S&P 500 по сравнению с октябрем. Однако вчера Уэлл-стрит завершила торги уже на незначительном понижении. Сказался, видимо, тот факт, что экономические отчеты по Соединенным Штатам давали противоречивые сигналы и тем самым гасили стопроцентные надежды на то, что пики процентных ставок ФРС уже пройдены. Кроме того, данные по ВВП США были пересмотрены в сторону повышения. То есть показатели устойчивости американской экономики к высоким ставкам Центробанка. Поэтому S&P 500 снизился за ночь с высоты 4568 пунктов к поддержке в район отметки 4546 пунктов, а четверг на премаркете перед американской сессией индекс общего рынка начал на консолидации в районе цены 4550 пунктов. Что касается корпоративных прибылей, то ведущий американский автопроизводитель General Motors объявил о программе обратного выкупа акций на сумму в 10 млрд долларов. После этого заявления их цена взлетела на 9,4%. Акции, работающие в области кипербезопасности компании Crown Strike, тоже подскочили на 10,4% на фоне высоких прибылей. Американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров GameStop о своих прибылях отчитается только на следующей неделе. Но уже сейчас цена их акций подскочила на 20,5%. Возможно, знаменитый ралли Санта-Клауса началось раньше обычного? Ну и доллар США, как видим, сдаваться не собирается. Сначала неожиданное оживление американца произошло на фоне внезапного обвалившегося евро и валют других торговых партнеров США. В результате индекс доллара по отношению к 6 аналогам подскочил к отметке 103,37 пункта. Однако только что опубликованные экономические отчеты не поддержали бычьи намерения американца, и ему пришлось отступить район торгового диапазона 102,70-103,40. Базовый индекс цен в Соединенных Штатах вырос в октябре на 3,5% и стал наименьшим показателем с апреля 2021 года. Результат соответствовал ожиданиям рынка и показал замедление инфляции. Также в соответствии с прогнозами пошел на снижение уровень инфляции в годовом исчислении. В октябре 2023 года он упал до 3% самого низкого значения за 2,5 года. Начал остывать и американский рынок труда. Так число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, выросло до 218 тысяч за неделю, а количество длительно безработных не только выросло на 86 тысяч, но и стало самым высоким показателем с ноября 2021 года. На фоне слабого доллара США и подскочивших на несколько процентов котировок нефти смогла отработать часть своих потерь канадская валюта. Ценовой диапазон Луни укреплялся две сессии подряд и удерживал позицию вблизи психологического уровня 1,3600. Причем технические индикаторы пары также были на стороне медведей. Однако сегодня одновременно с американской экономической статистикой были опубликованы данные по ВВП Канады. Они ослабили курс канадца по отношению к доллару США и отправили пару вверх по графику к отметке 1,3620. Ценовой коридор во второй половине дня тоже сместился выше – в район 1,3567 – 1,3627. Как показали отчеты, канадская экономика в третьем квартале 2023 года сократилась на 0,3%, т.е. более высокие процентные ставки Банка Канады давят сильнее, чем ожидали прогнозы, и сводят на нет устойчивый экономический рост в начале года. Вполне возможно, что такие низкие показатели могут означать начало рецессии. В таких условиях в валюте страны будет трудно противостоять американскому коллеге-соседу. Пока главная фиатная валюта вполне успешно противостоит своим партнерам по валютной корзине, главная цифровая монета сделала попытку перейти в консолидацию. Правда, ее торговый диапазон в границах 37,570 и 38,145 доллара расширился за счет повышенной волатильности, причем и в сторону роста, и в сторону падения. Но при этом биткоин все-таки ушел ниже стратегически важной цены в 38 тысяч. До сих пор ожидание заявок на спотовые биткоин-фонды вызывало ралли, так как на спотовом, так и на фьючерсных рынках. И вчера к 12 претендентам на их открытие присоединился 13 участник гонки. Им стал европейский фондовый гигант Пандо. С другой стороны, за одну ночь тоже ценовой ралли привело к ликвидациям биткоина на сумму $17,240,000. Если четверг главная цифра начала еще на умеренном росте, то открытие американской сессии биткоин встретил уже в медвежьей зоне и даже протестировал область цены $37,600 за коин. На этом мы завершаем наш очередной видеообзор рынка от ИнстаФорекс ТВ. Присоединяйтесь к разговору, делитесь своим мнением и задавайте интересующие вас вопросы. И, конечно, не пропустите наши следующие выпуски. Информация – это ключ к успеху. Подключайтесь и будем на связи!